Освещение улиц Улан-Батора – один из наболегших вопросов для его жителей. Задать его они хотят, естественно, городским властям. За них это сделали мы. Власти сообщили, что дистрикт Сухабатор освещен на 78%, Чинглте – на 95%, а юрточные поселки в среднем на 60-70%. Имеющееся оборудование часто ломается. Действительно, по сравнению с другими столицами мира, Улан-Батор освещается недостаточно. Это связано с оставанием в технологиях, в стандартах планирования освещения. Новое оборудование и его установка – вопрос не только времени, но и денег. А для этого нужно ни много ни мало 27 миллиардов тугриков. Таких денег городские власти выделить не могут. Все работы по поддерживанию освещения на улицах выполняют всего две компании. В этом году на ремонтные работы в семи районах было потрачено более 2,5 миллиардов тугриков. На эти деньги установлено 1700 фонарей. Также закуплены новые современные лампы. Их используем и в юрточных поселках. В юрточных районах установлено около 700 фонарей. Произведена замена полутора тысяч ламп. Но этого явно недостаточно. Они по-прежнему остаются самыми проблемными зонами столицы. Я живу в 10-м микрорайоне Сонгин-Хейрхана. И освещение там очень плохое. Возвращаясь вечером с работы, бывает очень страшно. Я не знаю, почему городские власти не предпринимают меры. Я думаю, что в таких районах необходимо поставить фонари. Освещение в городе плохое. Темно. Чем ближе вечер, тем страшнее. Масштабным решением проблем городского освещения мэрия намерена заняться в следующем году. Во всяком случае, такие комментарии для нас подразучали сегодня. А пока даже центр города освещается лишь с помощью автомобильных фар. Я нахожусь на улице Сеул. И, видимо, здесь все фонари давно вышли из строя. Пока власти ждут следующего года, жители города обречены ходить по темным улицам, зачастую ломая ноги и подвергаясь нападению хулиганов. Алена Шадрина, Тувшин-Жаргал, Аист, Монголия. Тувшин-Жаргал, Аист, Монголия.